Иоанна Златоустова на послание апостола Павла к римлянам. Нет слов изобразить великость различия между будущим и настоящим, так как по причине времени умам совсем невозможно постигнуть всего различия. В самом деле, как сравнить с настоящим жизнью, не имеющую конца? А мир будущей жизни столько же отличен от мира настоящей жизни, сколько мир от войны, не тление столько же превосходней тления, сколько чистая жемчужина лучше куска грязи. А лучше, чтобы не сказал кто-нибудь нисколько не изобразит вполне этой разности. Если красоту будущих тел я сравню со светом солнечного луча или самую яркую молнию, то не скажу еще ничего достойного той блистательности. каких же земных сокровищ, каких тел или лучше каких душ не должно презреть ради будущего. Если бы кто-нибудь теперь ввел тебя в царский дворец, доставил тебе возможность говорить царем в присутствии всех, даже находиться с ними и вкушать с одной из стола пищу, то ты, конечно, признал бы себя счастливее всех, а намереваясь зайти на небо, предстать самому царю вселенной, соревновать в блистательности с ангелами, наслаждаться той незреченную славу ты еще колеблешься. Нужно ли тебе презирать деньги тогда, как хотя бы предстояло тебе лишиться и самой жизни? Тебе следовало бы ликовать, радоваться, окрыляться восторгом. Для получения должности начальника, который доставляет тебе поводы к воровству, я не могу назвать этого чистым прибытком. Ты отдаешь все, что имеешь, одолжаешь у других, а если нужно, не пожалеешь заложить жену и детей, а когда тебе предстоит небесное царство, такая власть, которая не будет иметь преемника, когда сам Бог веряет тебе в управление не уголок земли, но целое небо, ты медлишь и отказываешься, жалеешь денег и не понимаешь, что если видимая нами сторона неба так прекрасна и привлекательна, то сколько превосходнее высшая его часть и небо небес. Но так как телесными очами пока невозможно увидеть этого, то вознесись умом, и ставши выше видимого неба, возри на то небо, которое выше этого, на бесконечную высоту, на свет, вселяющий ужас, на сонни ангелов, на бесчисленные лики архангелов и на прочие бестелесные силы. И потом, спустившись с этой высоты, возьми нашу картину и представь то, что вокруг нашего царя, как-то мужей в одеждах, вышитых золотом, пары белых мулов с золотыми украшениями, колесницу из дорогими камнями, белоснежные ковры, бляхи, зыблющиеся на колесницах, драконов, изображенных на шелковых одеждах, щиты с золотыми выпуклостями в середине, ремни от них, испещренные по направлению к окружности, множеством камней, коней, убранных золота, и золотые узды. Но как только мы увидим самого царя, то перестанем смотреть на все это. Он один обращает на себя в наше внимание, его порфира, диагея, моседалище, пояс, обувь и необыкновенный блеск внешнего вида. В точности, объявив все это, опять возведи от этого свой ум в горе, к тому страшному дню, в который явится Христос. Тогда увидишь ни пары малов, ни золотые колесницы, ни драконов и щиты, но то, что полно великого ужаса и производит такое поражающее впечатление, что и сами бесплотные силы приходят в изумление, как сказано. Силы небесные поколеблются. Матфея 24, 29. Тогда все небо откроется, а творится врата небесного свода, снизойдет единородный Сын Божий в сопровождении не двенадцати или ста человек, но в сопровождении тысяч и тем ангелов, архангелов, херувимов, серафимов и прочих сил. Все исполнится ужаса и трепета, земля рассядется, и столько ни было на свете людей от Адама и до того дня все восстанут из земли, все будут восхищены, а Христос явится в такой славе, что и луна, и солнце, и всякий свет скроются при этом в блеске. Какое слово изобразить, то блаженство, тот блеск и славу? Бедная наша душа, мне и теперь приходится плакать, а тяжело воздыхать три мысли, каких мы лишились благ, какого отчуждены блаженства, именно отчуждены. И я себе говорю тоже, если не совершим чего-либо великого и удивительного. Пусть никто не говорит мне здесь о гиенне, так как лишится столь великой славы мучительной всякой гиены, а быть очуждену от этого жребия хуже бесчисленных наказаний. Но, однако, мы еще стремимся к настоящему и не помышляем о кознях дьявола, которые за мало отнимают у нас больше, дают нам грязь, чтобы похитить золото, или, правильно сказать, небо показывает тень, чтобы отогнать нас от истины и обольщаясь сновидениями. Таково есть наше богатство, чтобы при наступлении того дня мы оказались беднее всех. Итак, размыслив об этом, станем пока не поздно избегать обмана и стремиться к будущему. Ведь нельзя сказать, что мы не знали от кратковременности нашей жизни, когда дела ежедневно громче трубы возглашают о настоящей малоценности, смехе, позоре, опасностях и гибели. Какое извинение будем мы иметь, как скоро с великой ревностью гоняемся за тем, что и соединено с опасностью мест и дом. Как скоро убегаем от того, что безопасно и доставляет нам славу и блеск. Как скоро предаемся в полную власть ребролюбия. Рабство богатства тяжелее всякого мучения, о чем хорошо знают все те, которые удостоились освободиться от него. Потому, чтобы и вам узнать эту прекрасную свободу, разорвите узы, бегите от сетей. Пусть у вас в доме хранится не золото, но то, что дороже бесчисленный богатств, милостыня и человеколюбия. Это дает нам дерзновение пред Богом, а золото покрывает нас великим стыдом и много содействует дьяволу влиять на нас. Но зачем же ты вооружаешь своего врага и делаешь его более сильным? Вооружи против него свою десницу, всю красоту, собери свою душу, все богатство свое сложи в уме, пусть небо, а не кивоты дом хранит твое золото. А мы обличемся во все свое, потому что мы сами гораздо лучше стен и важнее основания дома. К чему нам, забывшие о самих себе, все свое попечение обращать на то, чего, уходя отсюда, нельзя взять с собою. А часто нельзя удержать и оставаясь в здешней жизни, тогда, как представляется возможность обогатиться так, что не только здесь, но и там окажемся всех достаточнее. Кто носит души и поля, и дома, и золото, тот, куда бы ни явился, приходит со всем этим богатством. Но как спросишь, это возможно? Возможно, с большим удобством. Если ты руками нищих перенесешь это на небо, то все служишь свою душу. Так, что хотя бы и смерть пришла к тебе, никто не отнимет у тебя этого. Но ты будущую жизнь переселишься с богатством. Таким сокровищем владыка, владела тавифа, которую прославили ни дом, ни стены, ни камни, ни колонны, но покрытые ею тела вдовиц, пролитые слезы, убежавшая от нее смерть и возвратившаяся жизнь. Станем и мы приготовлять себе такие хранилища. Станем и мы строить себе такие домы. В этом мы будем иметь сотрудников Бога и сами будем его сотрудниками. Бог привел нищих из небытия в бытие. Ты же тех, которые приведены уже в бытие и существуют, не допустил погибнуть от голода и других несчастья, и врачу исправляя их, и всеми мерами поддерживая храм Божий, что со стороны пользы и славы может сравняться с этим. Но если ты неясно еще понял, какое украшение даровал тебе Бог, повелев снабжать нищих, то размысли сам с собой о следующем. Если бы Бог даровал тебе такую власть, что ты мог бы восстановить обрушивающееся небо, то не признал ли бы ты этого такую честью, которая гораздо выше тебя? Но Бог удостоил тебя еще большей чести. Он поручил тебе исправлять то, что для него дороже самих небес. А при лицом Бога ничто, видимо, и не может сравниться с человеком. Для человека он сотворил и небо, и землю, и море. В нем он желает обитать больше, чем на небе. Но мы, хотя и знаем это, однако же немало не имеем стараний, заботы о Божьих храмах, но оставив их в небрежении, строим для себя великолепные и огромные домы. За это мы и лишаемся всех благ. Делаемся беднее всякого нищего, потому что украшаем те домы, которых, переселяясь отсюда, мы не можем взять с собой и не родим от тех, которые можно перенести вместе с собой туда. Ведь и слевшие тела нищих без сомнения воскреснут. И тогда Бог, заповедавший любить нищих, собравший их похвалить тех, которые заботились о них, и подивиться тому, что они всякими способами старались поддерживать их жизнь, которая готова была угаснуть то от голода, то от наготы и холода. А мы, когда предложат нам столь великие похвалы, все еще медлим и не хотим принять на себя этого прекрасного попечения. Хотя Христос не имеет для себя пристанища, но ходит странен, наг и голоден, однако же ты без нужды и пользы строишь загородные домы, бани, галереи и множество чертогов. Христу же не даешь и малого крова, а украшаешь верхние части дома для ворон и коршунов. Что может быть хуже такого легкомысля, то ужаснее этого безумия. Это действительно признак крайнего безумия. Лучше сказать нечто такое, что и нельзя выразить достойным образом. Но однако, если пожелаешь, то, конечно, возможно вылечиться от этой, хотя и тяжкой болезни, не только можно, но даже легко. И не только легко, но гораздо легче освободиться от этой опасности, нежели от телесных страданий. Насколько и врач лучше. Итак, станем привлекать его к себе, станем просить прикоснуться к нам и приложим и с своей стороны все потребное. Я разумею желание и готовность. Он ничего другого не потребует, но как скоро примет от нас, только это принесет с собой с своей стороны все остальное. Принесем же ему все, что можем, чтобы и здесь наслаждаться совершенным здоровьем и получить будущее благо. Благодатью человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава ныне и пресна и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok